Всем привет! Извиняйте, ребятки, что так долго не было видео, особенно обещанного в честь тысячи подписчиков на канале. Не было возможности, так как телефон был долго в ремонте, компьютер тоже самое был в ремонте, плюс ко всему я заканчивал учебу, поэтому сейчас я уже с высшим образованием. В первую очередь, всех поздравляю с Новым Годом! Хочу всем пожелать, чтобы в новом 2020 году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие, и чтобы с нами оставались лишь те люди, которым мы действительно дороги. Жить нужно так, как хочется этого самому. Если есть мечта, пусть она нереальная или сумасшедшая, обязательно ее исполни. Попробуйте ее исполнить, давайте попробуем вместе. У меня такая мечта есть, и в этом году я хочу приложить максимум усилий для ее реализации. Тем более, это год мой, год крыски. Отдельный привет тем, кто родился в год крысы. Теперь перейдем к видео. Всем большое спасибо за тысячу подписчиков, за 250 тысяч просмотров на канале. Мне безумно приятно, и я очень рад, что вы до сих пор со мной смотрите, комментируете, лайкайте и подписывайтесь на канал. Кстати, когда подписываетесь, не забывайте жмякать колокольчик, чтобы не пропустить следующий видос. Так вот, как же быстро прокачать свой замок до 30 уровня без доната? Уверен, способ многим знаком, но практически никто им не пользуется. До максимального уровня прокачать свою ратушу очень легко. Всего лишь нужно состоять в клане. Способ заключается в том, чтобы скидывать ресурсы друг к другу. Но не обычной отправкой, а с помощью войск. Назначить человека, который будет распределять приоритеты. В первую очередь, те замки, которые 28 и 29 уровней. К примеру, на очереди игрок под ником Монг. Соклановцы скидываются ресурсами Монгу. У большинства игроков есть твины, на которых игроки фармят ресурсы. Игрок Монг, получив добро, убедившись, что с замков сняли войска, телепортируется к твинам или к основам, если они находятся далеко, или же отправляет атаки, забирает определенное количество ресурсов и возвращается обратно. К примеру, в клане 100 человек. Каждый скинется по 1 миллиону дерева, или хлеба, или по 200 тысяч, 500 тысяч кристаллов. Количество ресурсов зависит от нескольких факторов. Первый. От того, насколько развит клан. Второй. Сколько ресурсов необходимо. Третий. От ситуации на сервере. К примеру, затишье, спокойный фарм на полях. Свободно можно развиваться. Или же война, где чаще всего такая возможность ограничена. Монг получает свои ресурсы. Далее на очереди следующий игрок, где снова скидываются клановцы, в том числе и Монг. Что мы получаем в итоге? В итоге игрок в нужный для него момент получает необходимое количество ресурсов для поднятия уровня строений и ратуши в том числе. Это очень просто и выгодно. Тем более, учитывая то, что постоянные новые ивенты, праздники и прочие события, где можно неплохо поднять ресурсы. Таким образом, можно быстро и без доната поднимать уровни ваших соклановцев. Каждый игрок в клане важен. Так как от каждого зависит общая мощь и рейтинг на различных ивентах. Тем более, если хотите побеждать в войнах, доминировать, то это лучший способ апнуться всем. Единственное, что нужен ответственный человек, который сможет все это дело организовать. Или несколько человек. Но я лично ничего не вижу в этом сложного. Это всего лишь вопрос времени. Надеюсь, видос был полезен. Еще раз всех с наступающим. Пойду я встречать Новый год. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться и жать сердечки. До встречи в новом году. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»